Она опять тревожно спит. Во сне что-то странное, что-то знакомое, но, видимо, очень старое, что-то тонкое и самое главное, от чего рождаются и лечатся раны все, словом, важное, но забытое и давно убитое. А во сне, подло подсвечено софитами, мучает и бередит, она от этого бредит и просыпается, уже не старается понять, едва улыбается, вздыхает. Опять. Просыпается рано и странно, от тишины, и от того, что не натянуты струны, а все уже просто вырваны, и еще от того, что ни от чего уже не просыпается. Печальца про это, от этого мается, всовывает ноги босые в старые носки. Кажется, и они у нее из тоски связаны и сплетены. Читает новости, в ФБ какие-то сплетни. Стакан воды в себя вливает, стакана два из глаз, как ливнем, в мае выливает. Думает, что забывает, но в луже стоит. Выходит, что-то болит, а значит, еще жива. На календаре 17 мая, а тело говорит, зима. Чтоб как-то согреться, чтоб как-то очнуться, немного крепкого кофе. Все чаще вместо сахара думает о морфии. Пишет что-то, кому-то звонит, винится немного, кого-то винит. Потом напишет криво о себе, сделает зарубку на стене, отметит, как выросла вроде духовно и морально. Ее немного водит, но это так, фигурально. Все меньше в ней пошлого с остатками прошлого. А в остальном все как у всех. Банально и тривиально. Около семи садится солнце, оставляет остатки золота на ее тонком лице. Она похудела, практически тощая. Тело устало и чувствуется, как мощи, но отбрасывает еще свою тень. Скоро опять странная старая ночь, а после рождаться или умирать в новый день. Субтитры сделал DimaTorzok